Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. 32-летняя дочь Владимира Конкина София, погибла при загадочных обстоятельствах. Самое интересное, что не все люди из окружения артиста знали о том, что у него вообще есть дочь. София Конкина отправилась в бассейн и не вернулась. Дочь звезды фильма «Место встречи изменить» нельзя нашли на дне, достали, вызвали скорую помощь, затем ее доставили в больницу. Там за жизнь наследницы актера боролись врачи. Однако спасти ее не смогли. Остается только догадываться, почему София, которая с детства прекрасно плавала, вдруг ушла на дно. На скандально известном шоу «Пусть говорят», Владимир Конкин выступил с заявлением, что трагедия, произошедшая с его дочерью, это убийство. Он призвал следственные органы заняться выяснением истинных причин смерти Софии. Между тем в Союзе кинематографистов сообщили, что у Владимира Конкина были далеко не идеальные отношения с дочкой. Более того, не все даже знали о том, что у него есть наследница. Мы 35 лет общаемся с Володей Конкиным и, не поверите, я даже не знала, что у него есть дочь, призналась сотрудница этого ведомства. Сейчас мне рассказывают, что у них были непростые отношения, вроде они делили какую-то квартиру, которая осталась после смерти жены Конкина. Алла умерла от онкологии. Володя по характеру человек сложный, не удивлюсь, если они конфликтовали с дочерью. Наверное, поэтому он нам ее не показывал и ничего о ней не рассказывал, заключила дама, пожелавшая не раскрывать своего имени. В сети отметили странность поведения Владимира Конкина, не желающего рассказывать о дочери, зато пытающегося отобрать у нее жилье. А кто-то из особо наблюдательных зрителей вовсе высказал мнение, что актер как-то неестественно убивался на шоу, пусть говорят. Другие и вовсе поставили под сомнение нормальность артиста. Дескать, любой обычный человек, потерявший собственного ребенка, вряд ли захочет первым делом бежать на съемки шоу и рыдать на камеры. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!